По степени глубины проникновения в суть происходящего, пушкинское выражение, народ безмолвствует, точнее всего, отражает нашу действительность, ибо подавляющее большинство народа населения в настоящее время дружно играет исключительно роль зрителя. Народ молча, с безразличием наблюдает за происходящей на его глазах катастрофой. Это типичное поведение неизлечимого больного, который узнал, что нет лекарств, способных вернуть ему шанс на выздоровление, и поэтому махнул на себя рукой. Конечно, можно объяснить подобное поведение шутками матери природы, но с тех пор, как вопросы клонирования перешли из теории в практическую плоскость, я все внимательнее всматриваюсь в лица моих сограждан и все чаще остолбеваю. Вот самый свежий пример. Как известно, на днях Баку в ультимативной форме потребовал немедленно передать ему четыре села в Тавужской области, и Пашинян, конечно же, исполнит волю Алиева. К чему приведет потеря этих имеющих стратегическое значение территорий, мы уже предупреждали. Азербайджанские войска получат контроль над межгосударственной дорогой Ереван-Тбилиси, которая фактически станет непригодной для использования, а также над идущим из России газопроводом, который они смогут перекрыть в любой момент. Но и это не все. Дело в том, что наши оборонительные позиции в Тавуше имеют исключительно важное значение для обеспечения безопасности Армении. Как отмечает политолог Грант Мелик Шахназарян, в случае малейшего организованного сопротивления Азербайджану никогда не удастся захватить даже один квадратный метр в Тавуше. Этот участок армяно-азербайджанской границы единственный, где еще сохранилась довоенная обстановка. Тавужский участок границы продолжает оставаться важным фактором сдерживания противника и восстановления баланса сил. Сегодня Алиев и Никол хотят лишить нас этого последнего оборонного ресурса. Таким образом, передача Азербайджану территорий в Тавуше неминуемо разрушит наш самый сильный и надежный участок армяно-азербайджанской границы, и лишившись этого последнего оборонного ресурса, мы окажемся полностью беззащитными перед врагом. К этому добавляется не менее катастрофическая ситуация, сложившаяся в Сюнике. Города Капан по сути нет и в любой момент могут заявить, что въезд в город закрыт, а это приведет к закрытию доступа к Мегри и Каджарану. После этого Армения окажется в полной блокаде, как это произошло с Арцахом, предупреждает бывший премьер Гранд Багратян. Как было сказано у классика, прошу к столу, вскипела. Всего этого не знает и не осознает народ. Отлично знает и осознает, конечно. Тогда чем объясняется его нулевая реакция? Что с нами происходит, сограждане? Почему у нас наступило полное расслабление мышц, по преимуществу мышц мозга? В любой нормальной стране граждане давно вышли бы на улицу и прогнали к чертовой матери, губящую нацию и страну, предательскую власть. А у нас люди предпочитают жить с завязанными глазами. С завязанными глазами смотрят по телевизору несущего бред вождя, так удобнее. Так им лучше видно. Люди с завязанными глазами любят поводырей. Держаться за них — это приятно. С поводырями не надо думать, последние сами за всех придумывают. Поводыри тоже живут с завязанными глазами, будущее им не видно. Они потому и надевают на граждан повязки, что им самим в повязке спокойнее. Армении наркотики не нужны. Мы без всякого укола довольно смутно представляем себе, кто мы и где. Оппозиция из кожи вон лезет, пытаясь организовать сопротивление народа. Пока безуспешно. «Нет, нет, нет, даже не уговаривайте», — отвечают граждане. «С места не сдвинемся. Это же все несерьезно. Их Шан Сагатилян, Айк Мэмиджанян, Эдгар Казарян, Арман Ашатян. Вы еще нам про вас Гена Манукяна с Паруэром Айрикяном расскажите. Ха-ха». «За кем идти?» «Нет, мы бы пошли, но за кем?» «Дайте нам настоящего лидера. Прямо сюда, к дивану. Нам нужен безукоризненный, как мы, и тут никаких компромиссов быть не может. Махатму Ганди Дайте Чо Гевару на худой конец Деголя». «Нет, Деголя. Тогда отойдите отсюда со своими глупостями. Ступайте прочь, не мешайте лежать». Здоровое общество, как правило, в состоянии контролировать свои патологии, так же, как здоровое тело перерабатывает вредоносные инфекции, гнездящиеся внутри него. Но если вдруг общественную жизнь поразит болезнь, то социальные инфекции могут выйти из-под контроля. Аномалия выходит за пределы той маргинальной ниши, в которой она обычно обитает. Судя по всему, аномалия в нашем обществе смело вышла за все пределы. Вот уже сколько времени Пашинян и его свора делают все, чтобы разорвать наши союзнические отношения с Россией, выполнить заказ западных кураторов и вытеснить ее из региона. Как похвастался накануне видный представитель окружения премьера, сегодня мы фактически находимся в состоянии холодной войны с Россией. Ну что ж, ближе к середине марта обострение в той или иной форме начинает стучаться ко всем представителям власти Пашиняна. Только вот даже до холодной войны еще нужно дорасти. Умственно. А народ, отлично понимая, что без России нам в этом регионе просто не выжить, молчит. Более того, проведенный International Republican Institute, соцопрос, показал, что граждане, отвечая на вопрос, какая страна представляет самую большую угрозу для Армении, поставили Россию в этом черном списке на третье место после Азербайджана и Турции. Как прикажете это понимать, сограждане? Опыты Пашиняна по выведению нового вида людей завершились успешно. Заметим, что подобные опыты проводились и раньше. Например, в конце 20-х годов прошлого века советский животновод Илья Иванов проводил секретный эксперимент. «Можно почти ручаться за получение нового вида», — писал он председателю совнаркома Алексею Рыкову. Под новым видом он имел в виду гибрид человека и обезьяны, мощную, но глупую биологическую машину, которую можно было бы использовать на промышленных стройках. Иванов тратил выделенные партии и гигантские средства, добровольцы спаривались с привезенными из Западной Африки обезьянами, начальство терпеливо ждало результатов. Но в 1930-м Иоану отчаялась получить новый вид. Выход был найден быстро, на одну из далеких сибирских строек отправили самого Иванова, где тот спустя два года и умер. Но вернемся в нашу реальность, хотя, конечно, не очень туда хочется, потому что это такая реальность, от которой тянет уколоться и забыться, и скажем напоследок пару слов о вечном. И даже, я бы сказал, гораздо более вечном, чем хотелось бы. О власти Пашиняна. Несмотря на безразличие и равнодушие общества, сейчас, сограждане, у нас можно уловить некий подземный гул, предвестник землетрясения. Но землетрясение ведь кто первым чувствует? Не люди, не тигры и благородные олени, а всякие низшие твари, пауки, змеи. И в древности мудрые люди судили по поведению этих тварей о приближающихся катаклизмах. Нечто подобное происходит и сейчас. Пауки и присмыкающиеся ведут себя беспокойно, в чем мы убедились в ходе пресс-конференции Пашиняна 12 марта. Но об этом в следующей публикации.